Доброе утро! Ближе там лучше постоять. Знаешь ты, как у нас положить? Я вот так заходил. У меня камера. Заготован. Никита, что значит лично у тебя матч в Яне? Это особенное событие или рутинное? Я думаю, что это игра сезона, очередная, которую надо обыгрывать. То есть нет такого, что вы чувствуете, что вы рекламируете КХЛ, вы продвигаете ее на запад? Ну, пока нет такого ощущения. Посмотрим после игры, что будет. Игроки ЦСКА скажут, что КХЛ не забьют сегодня. Как вы вообще об этом думаете? Я не думаю. Главное, чтобы команда выиграла. То, что в последних матчах с фердом даются заброшенные шайбы, есть понимание, почему это происходит? Что не хватает, что не отвечают? Банально не хватает голов, конечно, но и надо реализовать свои моменты, потому что моменты мы создаем, а забить не можем. Илья Петрович после одного из матчей говорил, что не хватает хладнокровия в решающий момент. Все-таки дело именно в нем, или все идет от того, что такие сложные матчи, поэтому где-то переигрывать может быть чуть сложнее, чем нужно играть? Да нет, каждая игра разная, и поэтому в каждой игре разные моменты, и надо стараться их просто реализовать. И не знаю, как это сделать пока, но думаю, сегодня постараемся. Виктор Пихонов сказал, что интересно, когда в лиге есть команды и Западной Европы, и Китая, и что это повышает уровень КХЛ. Тебе в основном как интересно больше с российскими клубами играть, или с таким соперником, как Слован, Йокерит? Ну, конечно, интересно со всеми командами играть, и разные места ты посещаешь, и разные игры, разные болельщики, разная атмосфера. Поэтому, я думаю, это прикольно то, что развиваются КХЛ, и чем больше таких стран, тем лучше. Ну, в каких нехоккейных странах, может быть, или местах доводилось играть в хоккей, даже в карьере игрока? Я думаю, на Олимпиаде. Вы с Патриком Хенсели сейчас одни из лучших бомбардиров лиги. Есть ли у вас какое-то противостояние, баттл? Кто из вас круче? Да нет, обычный баттл я ему даю, он бросает. Погуляли ли по Вене, и какое впечатление просто, много городов из-за карьеры все увидите в КХЛ. Вена чем-то отличается? Я просто так приезжал до того, до этой игры в Вену. Мне очень понравился город, и очень красивый, и очень чистый. И, конечно, хорошо, что мы сюда приехали. Ты туда не подумали, вот бы здесь команда КХЛ? Ну, что-то я увидел стадион, пока... Впечатлились? Выше ВХЛ, да? Пока я не впечатлился. Вам стадион напомнил какую-нибудь другую арену, где вы играли раньше? В детстве в Германии играл, когда там полстадиона не было. Пол крыши, а так... Говорят, вы верялись с детства? Да, да. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо огромное. Так даже? Ну... Ну... Лучше этот... Так... По плечам я работаю. Гоупро? Да. Это серьезно? Да. Как вам Вена? Успели где-то погулять? Да. Вчера после тропки успел заехать в город, в центр. Там поужинал, чуть-чуть погуляли. Ну, к сожалению, немножко темно уже было, так немного посмотрели. Но все равно чувствуется, что это такой красивый, чистый европейский город. И хотелось бы, конечно, с вами еще вернуться и посмотреть побольше. То есть вот игроки Цискани в картинной гурерии успели входить, но у них были выходные. Вам не обидно, что у вас не получилось? Да, у нас не получилось чуть-чуть, да. У нас только вчера было, так, где-то полтора часа времени. И сколько смогли, столько видели. Поэтому все-таки на следующий раз оставили. Ну, вам такие матчи нравятся. Понятно, что это редкость, когда клубы КХЛ выезжают за границу, но в таком формате вы уже успели почувствовать, что какое-то особенное отношение, может быть, в команде. Ну, все равно это интересно, сменить рутину. Всегда, да, всегда интересно. Вот не просто и рутину хоккей, но даже мир увидеть, когда приезжаешь в такие города красивые. Тоже посмотреть, вот какой у людей интерес к хоккею тоже немножко. Посмотреть тоже на уровень и тоже показать себя, показать КХЛ. И, может, тоже у них будет шанс потом в Лигу зайти и чаще будет соедеть. Какие города лучше включить? Еще какие города можно включить? И города еще? Да, какие? На свой вопрос, да. Любимые, да. Какие выборы включили? Амстердам нам предложил. Иглоренцию, да. Амстердам, что это? Амстердам был на Флоренции. Аглоренка за Амстердам. Ваша ставка какая? Мне Бенесса очень понравился. Не знаю, куда там, правда, дворец поставит, но... Может, это... Виктор, а вообще сейчас у Хэлла такая стратегия, что, может быть, где-то выбирают русские клубы и включают европейские. И, собственно, эти матчи тоже где-то направлены на то, чтобы расшириться на запад. Вы как относитесь к такому направлению? Потому что, с одной стороны, классно играть в Вене, а с другой выбирают Кузнецк, Мансийск и, возможно, Череповец. Не, хотел бы, чтобы все-таки больше команд было. Чтобы больше иностранцев тоже играл. Потому что, я думаю, чем больше у нас будет игроков не только русских, а иностранных, европейцев, я думаю, у нас уже разрастет. И тоже, конечно, интереснее, когда вот не только там в России, или там в странах в Туржиалке, когда у нас еще там середина Европы или там Китай как раз, может, даже дойти до Японии. Это, я думаю, только здорово, только добавлять интерес в лиги. Да, Виктор, вот ССК в городе 9-0, и мы немножко боимся, что теперь европейские клубы не захотят присоединяться к КХЛ, потому что очень высокий уровень. Вы как настроены? Вам где-то мотивирует? Может быть, что ССК забросил 9? Да, мы как-то стараемся больше на себя смотреть. У нас по все время тоже как-то шайба не очень залетает, поэтому надеюсь, что сегодня как раз это у нас получится. Будем, наверное, пытаться брать ССК пример, но самое главное, конечно, не выиграть. А что было в матче с Ригой? Во-первых, обсуждаемый момент. Во-вторых, почему такая другая игра получилась? С Ригой? Ну, во-первых, они выиграли начало матча. Они вышли очень уверенно. С ним это тяжело было догонять. Как-то мы начали ошибаться поначалу. И потом, в втором периоде уже все-таки полмали свою игру. Были моменты, но, как я сказал, у нас сейчас проблемы с реализацией немножко. И надеюсь, что сегодня уже будем решать. Как вам показалось в Майоне? Все им говорят, что лучше бомбардир, защитник стал лучше, лучше бомбардир. Как вы увидите со стороны этой игры? Хорошая игра, очень маневренный. Можно сказать, такой полу-защитник атакующий. Он постоянно в атаке подключается. Здорово играет в пасу, надает, открывается сразу, предлагает себя. Поэтому видно, почему он больше всех набрал, пока он реально активный. И уверенности у него очень много. Виктор, слабая результативность не только в матче с Ригой, да? Тяжело голодаются вообще в последних играх. Да, я думаю, да. И с автоматиком, и с фортаком тоже было. Да, это большая проблема, да. Это психология или все-таки есть какие-то игровые моменты, которые пока не включают? Нет, такое бывает. Я думаю, со всеми такой бывает, с этим командами. Как я сказал, самое главное, это все-таки победа. Но этот вопрос очень важный. И мы уже должны уже решать. У нас моменты все-таки очень много. И более ответственно даже подходить к этим моментам. Насколько вам интересно то, что происходит за океаном? Потому что Аризона не чужая команда. 7-1 грохнул тампом. Мы сейчас не понимаем, что там было. Смотрели, что вы хотели? Я еще не успел посмотреть, да. Я не успел посмотреть хайлайт. Я обычно смотрю, как там наши ребята играют. Так что сегодня вот после собрания пойду и смотрю. Следите, да? Там Чикаго проиграла. Ну, когда-как, да. Когда-как, да. Как получится. В каких необычных местах доводилось играть в хоккей? Может, экзотических, в том числе в Аризоне? Может, что-то еще на фоне сегодняшнего матча? Можете что-то смотреть? Экзотические. Ну, самое такое запоминающее, наверное, все-таки было в Пензе, когда играл за Дмитриев. Там играли в таком, можно сказать, ангаре. Холод был, наверное, минус 30. Там вазелин мазали на лицо. Все дырки в шлемы закрывали. Это, наверное, был самый такой интересный матч. То есть готовый матч на открытом воздухе, да? Да. Хороший год был. Как думаете, много болельщиков сегодня будет на матче? Очень надеюсь. Надеюсь, что люди придут, посмотрят. И то, что мы покажем при Сибири. В декабре СК сыграет матч на Крестовском с ЦСКА. Как вам вообще идея? Как думаете, соберется ли 60 тысяч? Идея вообще прекрасная. Мы играли когда в Финляндии. Там тоже очень много народу пришло. Такая атмосфера была сумасшедшая. Я думаю, наши болельщики не хуже. Они все-таки придут и будут орать, кричать, поддерживать. И я думаю, это запомнится на очень долго. Вы чувствуете, что СКА вырос из 12-тысячного стадиона? Разговоры о строительстве новой арены. Что в Питере больше ажиотаж, чем на этот дворец, который сейчас есть? Ну, все-таки заполняется на каждый матч. Это, я думаю, знак того, что люди хотят идти на хоккей. И почему бы и нет. Интерес все-таки огромный. Город весь поддерживает. И я думаю, это правильный шаг. А есть ли разница между тем, как играть на 12-тысячник и, например, в «Анреале» или там 20 тысяч человек? Конечно, разница есть. Как только на лед уходишь, ты прям сразу, мне кажется, видно, какие трибуны, какой размер стадиона. И все-таки в «Монреале» это вообще-то очень чувствуется. Три раза больше такой стадион. И если на что-то будет похоже, то вообще-то здорово. А где русский «Монреаль»? Русский «Монреаль»? В Питере. Все, ребят, спасибо, у нас просто 45. Ну, хорошо. У нас 45 собрать, да, опять-таки. Спасибо. Спасибо. Михаил, как вам в Вене? Успели погулять по городу? Да нет, прилетели ночью вчера. Так только. Или позавчера я уже не помню. Но тут город далеко, поэтому я не стал. Только так прошелся рядом с гостиницей. А так вид из окна красивый. Как вы вообще относитесь к идее сыграть в Вене? Насколько это интересно для вас? Ну, для нас город посмотреть, а для зрителей, мне кажется, в Австрии это как бы популяризация идет в Европе. Им будет интересно очень. Поэтому, думаю, очень хорошо. Хорошая идея. В каком городе Европа еще хотелось бы сыграть? Может быть, здесь какой-то любимый? В Альтердам? Наверное, в Швейцарии был в Женеме один раз. Мне понравилось очень. Красиво там. Слышали о дворцеах, где будете играть сегодня? Там что? Состоящие места у них есть? Ну, я видел, да, вчера такой старенький дворец. Но я так не удивлен. Поэтому все нормально. Выхаял дворца лучше? Ну, есть хорошие дворцы, где много народу. Есть такие же примерно. Насколько сложно поддерживать физическую форму сейчас? Все-таки вы мало, вы практически не выходите. Ну, я играл много сейчас в высшей лиге, поэтому как бы игровую практику не терял. Сейчас, да, не играл две игры, но нормально, в зале занимался, готовился. Случаете пауту Бармакена? Ну, да, это практически мой лучший друг. Поэтому, да, списываемся все время. Как у него в Сочи дела? Освоился ли он? Да, там Егор Лугов же играет и пару друзей еще там в Соска. Поэтому все нормально у него. А вам не хотелось поехать в Сочи, поиграть? Шанс как раз выйти на новый уровень. Потому что здесь объективно сложно пробить Соска, да? В следующем деле, абсолютно попроще. Ну, да, но это уже не от меня зависит. Конечно, хотелось бы просто побольше поиграть. Не важно. Хотелось бы здесь, конечно. А вот игроков ССК, они, правда, неохотно признавались, но видно, что их вдохновил на обстановку, город. Кто-то сходил даже в картинную галерею. У вас нет желания как-то посетить? Ну, я слышал, у них два дня выходных было. У нас, в принципе, его не было. Поэтому так только отдыхали и готовились к игре. Конечно. То есть вы немного завидуете в этом плане, что они больше? Ну да, хотелось бы сходить, конечно, но времени нет. ССК выиграл 9-0. Словно. Такую планку потянете? Ну, не знаю. Думаю, они будут злее уже. Постараемся. Забить. Побольше тоже. Вы упомянули про матч ВХЛ. Насколько ощутима разница между играми и высших кинолиг, и молодежных кинолиг? Выше и КХЛ или молодежных? Ну, высшие там побольше даже бегают где-то. Здесь больше думают и быстрее решения принимаются. Иностранные команды Хэл Слоуан и Йокерит чем-то отличаются по стилю? Ну, да. Йокерит более агрессивно они играют. Более такой американский хоккей. И игроки там есть из Канады и европейские. Более агрессивно играют. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо. Спасибо.